итак друзья всем доброго дня сегодня у нас на тесте очередное комбо устройство от компании визант пару слов про коробку сделана она у нас из такого вот прочного картона идет цветная проставочка модель у нас семьсот сороковая сигнатурная вот 740 signature написано ну собственно подарить не стыдно оформление такое у нас неплохое причем этот комбо у нас идет не только сигнатурный но он идет еще с патч антенны патч антенна у нас размещена под всей поверхностью и многие производители говорят что патч антенна за ней как бы будущее она работает лучше чем обычная рупорная антенна буквально пару слов про комплектацию идет собственно вот наш сам вот этот комбо устройство далее идет очень интересная присоска смотрите она такая комбинированная вот так вот она раскрывается здесь есть рычажок мы его так вниз опускаем и у нас присоска может крепиться на лобовое стекло далее вы его поднимаете вот так наверх и ну и собственно присоска фиксируется нижняя часть которая отходит это у нас есть gps модуль и также здесь есть контактная площадка то есть она пристегивается вот так вот к нашему византу ну вот видите и питание подходит у нас в ножку вот сюда вот и питает дальше само устройство чем удобно еще эта присоска то что она очень легко и просто у нас отстегивается то есть раз отстегнули присоска осталась у вас на лобовом стекле сам комбо вы унесли домой далее идет у нас usb кабель для подключения компьютера ну и соответственно идет у нас зарядное устройство прикуриватель зарядное устройство идет с кабелем 3 метра хватит для скрытой проводки ну и последнее это руководство пользователя но на русском цветное то есть разберется каждый ну и соответственно гарантийный талон на лицевой части у нас располагается вот этот вот основной объектив еще раз повторюсь что здесь у нас большая патч антенны и она где-то вот здесь вот в середине располагается и она позволяет у нас ловить большое количество различных излучений верхняя часть идет у нас крепление с контактной площадкой для присоски здесь идет у нас клавиши включения задняя часть здесь две целых 7 дюймовый tft дисплей навигационные клавиши нижняя часть микрофон разъем для карты памяти hd порт клавиши reset и здесь подключается у нас наш usb вот этот вот кабель собственно больше здесь ничего нету огромное количество прорези и вот здесь вот прорези здесь прорези здесь ну собственно сделано это для того чтобы наша гаджет не перегревался и хорошо охлаждался ничего не люфтит не скрипит сделан как такой монолитный брусочек клавиши не болтыхается собственно все здесь хорошо посмотрим на меню на основной дисплей на беглинга здесь идет у нас индикации записи интервал одна минута у меня включена дальше спутники карты памяти микрофон питание разрешение соотношение сторон vdr все это включено у нас здесь идет звук сигнатурный режим здесь идут те излучения которые он ловит собственно режимы мы можем менять вот видите у нас город один включился город 2 включился в городе 2 только работает лазер и стрелка трасса здесь работают все режимы ну и собственно сигнатурный режим он ловит у нас все сигнатуры только стрелка определяется как бы самим вот этим вот нашим комбо дальше менюшка менюшка стоит у нас из четырех скажем так разделов в каждом разделе еще есть много различных настроек здесь настраивается у нас радар соответственно здесь различные режимы мы можем включить там лазер стрелку порог без звука gps различные настройки куча целая вы можете все это в принципе прочитать в книжечке даже вот свои можно точки добавлять в следующее идет у нас видео 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 здесь у нас также три страницы настроек разрешение видео давайте посмотрим 30 кадров в секунду идет можем по моему выбрать 60 кадров вот видите в hd 60 кадров в секунду можно поставить но мы поставим вот такое вот разрешение качество видео соответственно там наилучшие и так далее там подобное vdr включен нет вставка даты и времени цикл записи адас адас это помощь водителю там от столкновения уход режим экспозиции частота сети 60 герц стоит экспо коррекция чувствительности гиросенсора датчик движения gps треки следующий идет у нас общие настройки это языки настройки записи авто выключение экран может авто выключаться отключение подсветки задержка отключения звуковой сигнал громкость микрофон синхронизация времени автоматической gps у часовой пояс установка времени объем карты номерной знак кстати можете забить форматирование карты памяти сброс настроек ну и соответственно версия п.о. ну и четвертый раздел здесь у нас идут просмотр обычных записей ну и собственно события когда по g-сенсору это все дело отрабатывается как видите меню у нас достаточно простое разберется каждый даже неискушенный скажем так пользователь ну теперь кратенько о основных характеристиках собственно процессор стоит у нас здесь амбарелла а7 л а 50 это конечно не свежий уже процессор да сейчас свежие процессоры вам баррелла идут а 12 но они очень дорогие а вот а 7 в принципе хорошие процессоры их достаточно поверьте то есть для каких-то там ну таких нормальных задач а 7 работают прекрасно это старые проверенные решения матрица у нас идет от компании он не vision это о в 4689 проверенные также временем соотношение цена-качество она не такая дорогая как матрица от sony я считаю достаточно хорошим решением вот она прям работает нормально основной объектив у нас идет шестислойное стекло с ик-фильтром ну объективу над объективом здесь тоже хорошо поработали вы потом посмотрите все на видео разрешение идет у нас до супер hd это 2304 на 1296 с частотой кадров 30 секунду как я уже показывал есть 60 кадров в секунду но только в режиме hd угол обзора у нас здесь 170 градусов задний дисплей у нас тфт 2,7 дюйма циклическая запись здесь у нас может регулируется 1 2 3 4 5 минут то есть не 1 3 5 как обычно бывает а прям плюс 1 минуты есть у нас функция vdr расширенного динамического диапазона аккумулятор здесь у нас литионный но сколько я искал не нашел какого он объектива но его хватает где-то на 3-5 минут то есть если включить смотреть какие-то ролики не на много друзья хватает поддержка карт памяти здесь у нас желательно минимум 10 класса емкость до 128 гигабайт по радарному комплексу еще раз повторюсь здесь у нас стоит патч антенна то есть это не обычная рупорная антенна и это патч антенна она работает а как мне кажется реально лучше чем обычные рупорные также вы дальше все это увидите я уже катался тестировал этот гаджет и так пару слов про крепление в автомобиле как вы знаете вот такая у нас откидная присосочка внутри рычажок его отгибаем закрепляем на лобовое стекло и обратно возвращаем это у нас gps модуль именно в него подается у нас питание здесь есть крутилочка если ее ослабить наш комбо начнет ходить вверх-вниз как надо поставили и дальше опять закрутили и закрутили и все он у нас может поворачиваться на 180 градусов как так так собственно и вот так вот то есть на сотрудника гибдд можно легко и просто его повернуть идет провод питания он у нас три метра и стандартно все подключается у нас прикуриватель собственно этот кабель можно убрать то есть для скрытой проводки он также подойдет гаджет у нас небольшой по размерам он где-то ну знаете как обычный видеорегистратор да и не скажешь что это комбо и он на не мешает практически обзором вот посмотрите вот лобовое стекло и вот видите какой он компактный даже вот на фоне зеркала заднего вида сейчас у нас будет скоро первая точка здесь мы проверим gps и проверим собственно нашу патч антенну внимание так ну вот сработал у нас gps как видите все хорошо так ну вот где-то около 200 метров было вот видите пошла у нас работочка пишет кордон ну достаточно четко все определяется без каких-либо проблем но ответим пищит по gps мы прошли камеру излучение у нас падает падает ну и все полностью ушло внимание мощный ограничение скорости 40 километров сообщить об ограничении скорости превышение скорости об ограничении скорости Прикольно так говорит, сообщить о превышении скорости. Так, вот еще один радар, который висит у нас на столбе, и он его прекрасно видит, видите, Оскон или Оскон, то есть все хорошо отрабатывается. Напомню, что у нас сейчас стоит сигнатурный режим, то есть он определяет, по сути, только радары, а все остальные излучения отсекает. Друзья, впереди самые сложные испытания, на обочине у нас стоит тренога, сейчас посмотрим, с какого расстояния он ее возьмет. Ну, примерно метров со ста взял, в принципе, неплохо. Мчимся на мост, сейчас будем смотреть, как он нас отрабатывает, автодорию, что показывает, что не показывает, вообще какая информация отображается у нас на дисплее по GPS. Так, ну все, определилась у нас автодория, там около 6 километров было, 90 километров в час ограничения. Сейчас будем смотреть, отображается ли у нас средняя скорость или нет. Да, пошла у нас средняя скорость, вот смотрите, синеньким пишется 72 километра в час, а зеленым пишется именно наша текущая сейчас скорость. И, видите, метраж бежит, заканчивается зона. Автодория, конец участка. Ну все, участок у нас закончился, сказали, что конец участка. Проработка GPS отличная, никаких претензий к работе, к GPS у меня лично нет. Внимание, маломощный радар, ограничение скорости 60 километров. Проработка GPS отличная, voyez, в огромномощный радаре, мороз, комбинация, Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, давайте подведем итог Как обычно, начинаем с цены Цена здесь у нас 11745 рублей, если я не ошибаюсь Если верить сайту официального производителя Конечно, цена немного великовата Была бы цена меньше 10 тысяч рублей, ниже психологической отметки Ну, прям вообще бы огонь было Хотя, здесь достаточно много плюсов Во-первых, процессор здесь стоит у нас от Amborello A7LA50 Конечно, процессор не свежий Сейчас уже есть A12 И A12 процессор пошел у нас где-то с 2018 года Ну и этого процессора зачастую достаточно Матрица здесь стоит у нас от OmniVision OV4689 Собственно, к ней никаких претензий у меня нету Соотношение цена-качество Если оптимизация с процессором хорошая То съемка у нас будет отличная Разрешение Super HD Ну и, соответственно, хорошее качество съемки И как днем, так и ночью Видно, что здесь у нас хорошая оптимизация Нет тормозов при работе И какого-то сверхразогрева нету Я думаю, что нет сверхразогрева Как раз-таки благодаря вот этим вот Вентиляционным отверстиям Все проветривается И все, в принципе, нормально работает Хорошо работает радарный комплекс Меня даже вот это немножко удивило Видит абсолютно все радары То есть даже треноги Даже которые на столбах висят Бывает, что дорогие какие-то комбоустройства От именитых производителей Да, я сейчас не буду тыкать пальцем Они не видят эти треноги Они не видят эти радарные комплексы А этот видит все Абсолютно видит все Но вот треногу он увидел где-то с метров 150 И у вас есть время, чтобы как бы среагировать Еще раз повторюсь Некоторые дорогие устройства Не видят этих треног вообще в упор Так что по работе радарного комплекса У меня претензий практически нет Сказывается, скорее всего, вот этот вот патч антенны Которая находится у нас практически под всей поверхностью Ну работает она достаточно хорошо По сигнатуре Да, действительно отсекается куча ложных сработок Но не все Иногда проскальзывают небольшие Но они вообще абсолютно не критичны Ни одному производителю Даже пафосному производителю Не удалось отсечь все ложные сработки Это просто невозможно Здесь сигнатуры работы Это, как я считаю, практически на 5 баллов То есть здесь никаких претензий, опять же-таки, у меня нет Дальше По GPS GPS работает отлично Единственное, да, человек, им как-то интересно говорит Сообщить вам о превышении Как-то интересно, да А так и автодория видится И метраж идет И средняя скорость И ваша скорость Вообще претензий никаких нет По минусам, да Ну, я уже сказал Хотелось бы меньше 10 тысяч рублей Вообще бы огонь был Хотя я понимаю, что Такой железо дешево стоить не будет Нету 60 кадров в секунду На разрешениях Super HD Только 30 кадров в секунду Вот 60 кадров в секунду, кстати Вы можете включить с HD разрешением 1280 на 720 Да, 60 кадров в секунду Только при таком разрешении Ну, я думаю, в принципе А7 могла бы потянуть Хотя, скорее всего, идет уже большой разогрев Ну, и, наверное, в качестве придирки Есть небольшие ложные сработки Но это чисто так Вот такой вот гаджет получился Могу ли я вам советовать? Однозначно, да В принципе, неплох И по качеству съемки И по работе радарного комплекса А у меня, наверное, друзья На этом все Если понравилось, обязательно ставим лайки Подписываемся на канал Будет еще много интересных видео и тестов Все, друзья, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok